Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 117. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы 6 апреля 2016 года. Ну и вот эпиграф. Кругом измена, труси, обман. Смотрите. И дальше что? Приходите сами на наш форум. Накопилось больше ста ко мне посланий. Вконтакте, в фейсбуке. Я там нигде не бываю. А модераторы не могут в этой реме сильно заняты на работе. Ну и они эти вопросы ставят. Притом я обращаюсь к модераторам, к администрации, кто работает по другим. Вконтакте, там одноклассниках, везде, там живой журнал. Посылайте прямо сюда, на наш форум. Я отвечать-то отвечаю, а получают они нет, я не знаю. Показать, что ответ дается вот в этом-то. Я не могу печатать. Я раньше печатал очень много. На машинке Украина 2 была. А там клавиатура другой размер. И теперь я не могу печатать. Я там целые книги перепечатал, там тысячи страниц. И потом я цепляю 2-3 буквы, и мне уже совсем невозможно это. Чуть-чуть печатать, зову кого-то, чтобы продиктовать. Ну и объявление о том, чтобы краткое содержание дать на наши ролики. У кого сердце расположено. Считайте, о чем тут написано. Читать даже не буду. Ну и вот это вот тоже перевести на аудио, на нашем сайте. Это не форум, а сайт уже. Вот такие 7 позиций. Идут занятия у нас. Вот оно. Какое время, когда... Заходите заранее. Занятие по изучению Библии. Сергей Пупков. Ну вот набирать нам уже позывной. Видите, как это. Ну вот считаем дальше. Никакит. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Хочу поблагодарить вас за ваши труды и видео. Очень интересное и поучительное. Смотрим всей семьей. Особенно понравилось видео, где вы говорили про обжорство. И как нужно себя вести за столом. И беседы с детьми. Дай Бог вам здоровья. Я сам из Алматы. С уважением. Пухарев Никита. Вот Никита. Вот Никита. Никит. Получается Кит. Я думал, Кит какой-то приплыл. Видите, как зашифровался. Я люблю, когда открыто. Все как есть. Фотография, чтобы была. Ну смотрите. Благодарю за доброе слово. И вот интересно. Я там с кошками Никитевой говорю. И пишу. Ой, какая у вас забота о наших там братьях. А другой. Какой мерзкий старик. А это, видимо, на меня. Мы двое там. Вот совершенно разные-разные. На один и тот же материал. Дальше. Юрий Соболев. Миром Игнать Тихонович. Наткнулся на простую и верную схему развития христианской церкви. То, что до сих пор непонятно многим еретикам и православным. Более подробно с комментариями здесь. Схема в конце текста. Вы без разрывов не переносите сюда. Сообщение. Но без разрывов копируется документ Word. Вот я показал, какой вот здесь вот как-то. Ну, наберите один раз. Интересный материал. Схемы там все. Вселенские соборы. Очень много. Вот это дает, что утром я вам публикую то, что сзади у меня какие были. Я отвечаю. Вот уже который час занимаюсь Кочетковым. Отец Георгий в Москве. Если есть полный, пусть даже самый краткий, но точный перечень их отклонений, заблуждений, ереси, то дайте мне. То есть я много читаю. И говорят там, что и Дворкин. Если Дворкин говорит, я уже знаю. Там все. Это самый зазомбированный, если так сказать, самый зазомбированный человек. У него веры никакой нету совсем. Нету. Его прислали для разрушения, для натравления друг на друга. Если Дворкин относится человек так, что это какую-то пользу приносит, мне понятно, что это уже поврежденный человек миссионерским отделом или чем, потому что он над ним копируется. И теперь это все отражается на людях. И при личной встрече подтверждаются ли все эти обвинения в их адрес, что выставлены в интернете? О чем и как они у вас там беседуют с приходящими? Что не так? Что извращено? То есть Кочетковцы их называют уже. Они как-то приезжали сюда целой группой, говорят, так специально тут где-то были они, переоделись, чтобы к нам зайти. В брюках там накрашены, что-то, не знаю, еще без платков. Я говорю, что если они крестят много, это означает, планка принижена. Намного не, Господь не обещал. Нет, этого не будет. А теперь вот я вижу, что они там. Главное, главное, что отступление от Библии. Меня только это интересует. А отзывы о них там в соборах, совещаниях, меня это совершенно не интересует. Я знаю, что что угодно можно написать. Юрий Собольев, Игнатий Тихонович, что касается перечня, то полагаю, что он вариативный. Но в целом, то, о чем говорится по этой теме у Кураева, епископа Тихона Шевпунова и другое, соответствует по моему наблюдению действительности. Ну, ты что, по его наблюдению тоже. Ну, вот это хорошо уже, я сейчас так знаю. Но, мне все равно не доверяюсь. Мне нужно, чтобы кто-то лично увидел, записал, что они пишут, отклонение от Библии, искажение. Искажение где-то. Вот начни, что душу они не признают. Она вроде должна умереть, если у грешника. Ну, как Адвентийцы седьмого дня, там, свидетели Иеговы, понимаешь, лжесвидетели эти. Но так ли это, мне нужно узнать. Напечатают бумагу, говорят, тут интернет терпит. И другое, что Ева верит ли, что она из ребра была сотворена. Или они верят, там, как-то, о них говорят, что Адам совокупился с каким-то приматом. Ну, там, зоофил какой-то. То есть, мерзость какая-то невероятная. И вот такие вот вещи, одно за другим, там, где-то им приписывают. Что во время богослужения у них, там, ну, же все целуются, там, все, независимо от того, как будто пасхальный день. И ходят туда-сюда непрерывно. Вот это я могу поверить. Если много людей, контроля нет. И чтобы привлечь людей, не делай никакого замечания. Люди найдут, здесь и осядут. Это всегда так было. Сделай строго, чтобы шагу не делали. И ты увидишь, как посыпется. Чтобы бритых ни одного не было. Ты увидишь, у тебя 90% отойдет. Чтобы посты не нарушали. Строго держались православных канонов. И ты увидишь, что у тебя один-два человека останутся из тысячи. Если много, я уже... Ну, мне надо точно знать, что они там делают не так. Дальше. Узнать, как ведутся занятия просто. По катехизису Кочеткова. Он есть в интернете. Какие решения по нему синодальной комиссии. В целом, это устойчивый дух протестантизма. Его адогматической неустойчивости и изменяемости. Что такое адогматическое? Вот это мне... Есть адогматическое, а не догматическое, а наоборот. Ну, наоборот. Вот я так и понял. Здесь все описано так, как наблюдаю это я воочию. Ну, вот так. Но теперь мне нужно точно по Библии. Тут ссылки не сделаны были. Так, я отвечаю. Это мне известно. Дворкинская отрыжка. Шаблон американизации. Меня интересует точное перечисление отступления Цветой Библии. Эту Дворкинскую муть читал не раз. Мне это не надо. У меня выставлено все. Так, Юрий отвечает. Первое. Несколько ступеней катехизации. Продолжительность эпитемии по канонам Церкви. Вот это так. Несколько ступеней катехизации. Это тоже мне ничего не говорит. Это не изменение Библии какое-то. Это и хорошо, что несколько ступеней даже. Это плюс. Дальше. Второе. Учение необходимости всеобщинам, ежелитургийным причастиям. Это глупость. Это даже ересью нельзя назвать. Это страшное дело. Дальше. Третье. Рационалистический дух учения. Это смертельно опасно. Но теперь показать где? Ничего нет. Что толковать Библию может всякий, прошедший все уровни катехизации. Ну, может толковать. Ну и покажите, где они толкуют не так. Я обращаюсь ко всем, кто знает. Я с ним когда-то встречался и был. А о нем я ничего не могу сказать. Я знаю, это очень хороший добросовестный человек. Тогда, когда я его знал 25 лет назад, допустим. И все. Я ничего не могу сказать. Меня о нем спрашивают. Я не знаю. Определенно, вот допустим, который, если там это Сарион, Афантео называется себя, или Стерлигов, Герман. Тут я говорю, разрушитель с большой буквы. У него ничего нету. Обман. Всех залогов, как говорится, считается. Здесь ничего не могу сказать. И мне надо первоисточник. Дальше. Пятое. Элитарность общины. Ее самовыделение из общего числа прихожан. Это так и должно быть. Если люди обратились, они так... Видно, что кто обратился, а кто нет. Это тоже мне не в минус ему ставлю. Шестое. Главный авторитет Кочетков и его катехизаторы. Ну, если он работает, то люди могут ссылаться на него. Пока они не знают Слово Божие. Я вот запрещаю постоянно, даже у меня имя, чтобы мне фамилию не говорили. Ну, а люди говорят, я ходил на занятия. Ну, это так. Ходил на занятия. Я там узнала. Я говорю, Анна Затауз говорит так. Она не помнит. Она говорит, Лапкин говорит так. То есть она уверовала, все. Я не могу ничего сделать-то. Поэтому я тут ничего не могу сказать. Дальше. Богословские заблуждения Кочеткова представлены в заключении двух синодальных комиссий. Я прочитал это все. У меня это все давным-давно выставлено. Я видел, как они предвзяты. Говорят, комиссии 2 или 22. Мне нужно конкретно. Вот пункт Библии. Стих. И они его извращают. Тут понять очень легко. Допустим, у меня 18-й том. Я разбираю открытым оком полностью весь Коран. Для мусульман это священная книга. По сурам и аятам. Весь. В сравнении с Библией. Вот они написаны так. Я сравниваю против Слова Божьего. Что он об этом говорит? Дальше. Вот так вот где-то что-то. И не за пальцы-то поставить, скажет, сатанинский знак. Придумали где-то. Моими пальцами играть будут. Вот. Дулю показал. Так это и говорят. Как и называется. Ну, развратники показывают. Что-то хотят. Куда-то палец залез туда. Ну, откуда знают. Поднос понюхай. Чем пахнет? Как солдат Швейгер. Смертью пахнет. Ну, у него есть этот знак, значит, для меня нет. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. Отец Андрей Кураев и отец Дмитрий Смирнов дают самую верную оценку этому явлению. Явление мне понятно. Я прошу конкретно по Библии. По Библии. Вот это место Писания говорится. Господь сотворил из ребра. Тут понятно. Они говорят. Не признаем это. Вот. Это отступление. Говорит. Бог сотворил. Когда я беседую с Александром Менем, он говорит, а нет, это не так. Это эволюционное развитие. Это миллионы лет человек превращался. То есть, христианизм разный. Это уже атеизм. Ересь. Ересь из ереси. Вот. Я дальше отвечаю. Эти все шесть пунктов можно повесить на любого, кто чуть дерзнул выделиться из толпы мертвецов. Это я знаю. То, что здесь говорят, это на меня тоже говорят. Вот гуру, там, то другое. Вот это шаблон. Это шаблон дворкинский. Они ничего не могут разбирать дальше. Есть ли подлинное подтверждение, что не верят, что Ева сотворена из ребра Адама, а вроде от совокупления с каким-то приматом, то есть за смешение, что у человека душа якобы смертная, что Богородица родила Христа совокупления с Иосифом и прочее именно искажение Святой Библии. Мне нужно подтвердить, о них это пишут, но так ли это. Поэтому я знаю, как это опасно говорить. Ваших бы спросить по этим пунктам, узнать у них, у их руководителей, так ли это или лгут о них. Это все я уже несколько раз перечитал. Это они на любого могут сказать, но для сравнения со Святой Библией их понимания этого нет по пунктам. Мне вот это нужно. Дальше. Илья Соболев, есть текст катехизиса, где отца Георгия и решение богословской комиссии по нему, им и именно, этот катехизис используется при научении. Если знать, что Майн Камп запрещена к распространению... Вот, по порядку, полпредложения. У нас она в центральном книжном магазине в Барнауле, я пришел, Майн Камп на русском языке продается. Не запрещена. Дальше. Запрещена к распространению. Мне не приходится сомневаться, что использующий эту книгу при научении есть никто иной, как фашист, пусть и скрытый. Конкретно, первый и четвертый пункты, вопреки соборам, если первый пункт тоже нарушается в храмах Московской Патриархии, то на девятнадцатое правило Шестого Вселенского Собора никто из православных не посягает. Ну да, толковать по-своему. Но все равно где-то за углом толкует. Дальше. Игла. Как видно, под видео... Это другие. Это уже тот развод закончен, я другой отвечаю. Почему вы не отвечаете? Комментарии. Люди обращаются ко мне. А вы как думаете? А вы как думаете? Все-таки вынудили меня ответить один раз. Я отвечаю. Как видно, под видеороликами моих ответов на комментарии почти нет. Мне неудобно печатать, а вопросов множество. Поэтому, если у вас несколько вопросов, то соберите их все вместе и попроситесь под моим скайпом. Дайте о себе знать. И если будет время, то отвечу на все ваши вопросы. Ну и вот, говорю, скайп, вставляйте вот такое вот и все. Вот, показано. Роман. Вечер добрый, Игнатий Тихонович. Помогите разрешить недоумение мое. Сегодня я разговаривал со священником о крещении, так как меня в 11 лет не крестили, а мочили голову. А он сказал, что надо только восполнить утраченное, то есть погружение. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ну, так это, а что он говорит-то? Погружение, это и есть крещение, оно и переводится так. Разбираться нечего. Если не был крещен, значит не крещен. Принять крещение, и все. Вот у нас нынче 10 июня будет. 10 июля. Ля. Не июня, а июля. Потеряевки. Вот кто приезжает, вот они еще договариваются. Другие даже странные еще собираются опять люди. И еще время есть, даем маршрутку, чтобы могли приехать. Совершается так, как должно быть. А миропомазание не совершается, оно действительно там было. Дальше. Роман Ромашов. В мир вам, Игнатий Тихонович. Над словами Христа. Любите врагов ваших, я задумался. Как можно любить тех, кто меня не по правде хулит, всячески оскорбляет, и к этому же, что еще хуже на Господа хулит и делами, и словами. Ведь Господь же любит всех, и того, кто это делает. Но ведь нужно же грех ненавидеть. Как же можно полюбить делающего злое? Ведь если он делает злое, то нужно ненавидеть его, так как он антихристу служит. Почему же Христос любит тех, кто делал злое против Господа? Христос призывает нас подражать ему. Пришло понимание этого. И очень просто. Любить нужно человека как личность, венец Божьего творения, как брата, который завладился, запутался из-за слабости своей. Но ненавидеть это зло, которое в нем. То есть отделять саму личность от зла, которое человека пленило, и относиться к человеку, хулящему меня, делающему злое против меня, думаю, нужно в этом понимании. Но как на практике это применить? Думаю, что любовь Божьей к врагам можно только выпросить у Господа. Потому что если во мне ее нет, то где мне ее взять? Только лишь у Господа выпросить. Спасибо, Господи. Отвечать нечего, потому что уже отвечено. Так и понятно. Еще есть такое выражение. В природе нет правила любви. Каждая скотина бьется за то, чтобы другую оттолкнуть, отобрать, продлить свою жизнь. Это теория ниши на этом строится. Ну а как здесь? Ну так какая любовь? Может быть, действительно, он богохульник, то другое. Это мерзко перед Богом. А что делать? Только молиться. А как? Так, любовь в том заключается, что не отвергни его, не подсчитай, что ему не надо говорить о Боге. И он, когда умирает с голоду, накорми его. То есть надо тут выбрать эту грань. Что такое любить? Любить это не то, что я буду подражать и целоваться с ним. Вы ответили, все правильно. Ну и дальше. Вот у нас страница наша в моем мире. Посмотрите. Тут несколько бывает. Там я с голубем, а это здесь. Вот у нас здесь очень богатый материал. Сколько видео? 2949. Вот. И фотографии. 18916. Здесь вы многое можете найти. Дальше наш форум. Вот он, православный форум. Вот на него сами свои вопросы и ставьте. А мне администрация там другие кидает. Вчера мы смотрели этого? Да? Да. Да, теперь внизу не рассмотрели. Вот, что она пишет? Картинка. Бог ты мой, сколько жизней в этом фото. Понимаете? Вот это здорово заметило. Важно как. Так вот, посмотри. Я уже два раза возвращаюсь на эту. Сколько жизни. Как идет костер. Это у нас глубокая яма. Это дальше идет там выше. Вон где сидят еще. Еще там выше жерки. На той дети сидят. А это ярусами по яме идет. Тут какое-то здание когда-то было. Удобно очень здесь. Ну, это еще старое у нас. Нынче мы переделали кое-что. Вот так. Так. Янина Баби. Научи нас так, счастлива дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А ты чуть не приобрести. Нет, не вставил было. Это сатана играет тобой. Дальше. Мир вам. Мне очень понравилось все. Я расскажу друзьям о вашем сайте. Ну, как бы я хотел начать все с нуля и жить в вашей деревне. Но это все мечты. Вот. Мечты. Мечтать. Слово мечта всегда в Библии встречается только в отрицательном плане. Так. Ну, думаю, что надо заменять его то слово. Мое желание. Я не понял. Это дети. Кто они? Кто кому? Тут еще не объясняется. Дальше. Родной город. Вот она показывает. Харьков. Какие языки? Что-то русский. Вот. Богдан 9 лет, 11. Кто они им такие? 19. Если ни одного года тут нет такого штука. Можно подумать, что это дети. Харьков. Украина. Два телефона дать. Это вообще интересные люди. Ну, раз уж телефоны дают, то мои недруги сразу будут звонить. Заливать грязи их против меня. Это однозначно уже. Дальше. Все тут. Елена Кальянова. Слава Богу. Спасибо, Господи, Игнатий Тихонович. Вас за все ваши труды. Во слава Божия. Чудесный фильм. Обязательно сообщу. Это фильм. Это называется. Ну, там из фотографии составлено. Про потеряевку. Помощи Божьей в дальнейшем служении. Весеннего обновления. И радости о Господе. Ну, прекрасно. Ольга Рау. Спасибо, Игнатий Тихонович. Обязательно буду изучать и читать ваш сайт. Храни вас Бог за ваш труд. Юлия Добнева, Мирошниченко. Христос и Святая Библия. Игнатий Тихонович, правы ли здесь Стерлигов пишут? Если женщина второй раз выходит замуж. Герман Стерлигов, ролик называется. А здесь о чем он говорит? Может, включить маленько? Включить. Ну, я включу? Включить. Что? Что он тут, Стерлигов? Я даже не посмотрел. Включи там. В священном писании написано, а именно у Ивановича мужчина, который пускает жену свою, вводит ее при любодействии. Пущеница при любодействии. Любая пущеница, которая отпущена мужем, то есть разведена с ним, она, если ложится с кем-то в постели, она уже при любодействии. То есть любой мужчина, который ее имеет, является при любодеем. Понимаете? Потому что у нее есть живой муж. Отпустил он ее, не отпустил, она его жена. Исключение составляет вдову. Вдовам разрешено жениться. То есть мужа на свете нету, вдовам разрешено жениться. Апостол Павел при этом говорит, но лучше оставить так вот. То есть лучше оставаться без мужа. Но если вот так приспичило, имеет право жениться и церковь венчал. Вот. Это вот ответ по поводу жен. Не как жена, которая развела... Что, говорит, приспичило, потом что? Ну, говорит, Павел говорит, что лучше оставаться так. Ну, дальше там добавляют, что? А если приспичило, то что может жениться? Если вдова была. Если вдова, да. То все правильно говорит. Ну, дальше так и смотрите по Библии. Это, конечно, правильно. Если по Библии говорит, и правильно. Симон Ивасишин. Игнатий Иванович, Христос был научен иудейской торой законом. Откуда у нас появился Новый Ветхий Завет, который разница с торой иудейской? А как он разница? Надо показать. Как он разница? И в чем он может разница? Это тоже непонятно. Ветхий Завет у нас взят от иудеев. Новый Завет, хотя от иудеев, но уже не связан никак с иудаизмом. Откуда взято? Отсюда и взято от них. Дополнение Симона. Я смотрел ваш канал. Вы удивительный человек и единственный на Руси, который способен удерживать в голове столько информации, а значит и вступать с волками в схватку. Если вы читали Дидахи, у меня к вам предложение. Пока вы живы и несете себе столько информации достоверной, подумайте о руководстве для начального христианина, для тех, кто малоспособен к таким глубоким исследованиям. Может, захотите написать простое руководство о главных ступенях учения Христова? И вот Симон, значит, это у меня все уже написано все-таки открытым оком. Это серия книг, 30 томов, а их на самом деле 33. Этот материал будет исследовать после моей смерти. Вот второй том откройте, там полностью как быть миссионером, как беседовать с людьми. Вот это руководство, вот это надо, главное это. У меня люди разбиваются примерно на 24 категории. Какой-то один говорит, я пробовал, у меня не получилось. Третий, я не верю, что Библия Слово Божие. Как с такими людьми беседовать на основании Слова Божия? Как воспитывать воспитателей для детей? Воспитателей, не только детей. То есть по томам указано, третий том, это как образовывать общину. У меня все это уже, Симон, есть. И все это на нашем сайте. Вот я вам покажу сейчас. Вот это вот наш сайт. Вот он где, во свете Библии. И вот здесь вот книги, все книги. А вот здесь ответы на вопросы, вот справа. Вы все здесь найдете. 55 папок. То есть это уже у меня все есть. Дальше. Евгений Некрасов. Почему? Алена Юдовкина, 60 лет, Россия, Москва, последний визит. Ладно. Добрый вечер, Игнатий. Я благодарен, что вы у меня в друзьях. Хотелось бы узнать о вас. Извините, Лена. Ну, а нас узнать хотелось. Ну, вот смотрите. На наш сайт зайдите. Вот здесь для Слова Божия нет уз. Вот здесь вся моя биография. Здесь, как я с детства чувствовал призвание Божие. Как жил, учился, служил, как обратился к Богу, как в тюрьмах был за Слово Божие. И дальше все остальное. Что о нас писали, пресса, положительные, отрицательные, кинофильмы. Все здесь есть. Это 752 страницы. А это дальше в моей книге. Тут все узнаете. Вот звук и видео, что начитано. Фотографии, стихи мои. Вот сюда заходите. Дальше. Евгений Некрасов. Чем-то на Порошенко похож маленько так, сходу. На молодого. На молодого. Отец Игнатий, как вы относитесь к этому видео? А, что тут за видео? Сейчас надо посмотреть. А, вот это говорит. Вот как мы все с такой восторги сегодня, как солнце рождает, светит и греет. Это, Владыка, вы наш, пресвященцы, солнце. Здорово, Владыка. Сколько времени не было здесь стопы пересвященника. Владыка, епископа никогда не было. И вдруг смотрите, Владыка, вы выбираете ту дорогую минуту, ту дорогую секунду. Какая многомиллионная епархия, Владыка, у вас. И вы, Владыченька, сегодня посетили село Манычинское. Прошли такие пути большие, не только в Манычинское, а вообще за рубежом много часто бываете, Владыка. И по городам, не только по городам, вы поселением сегодня в село прибыли. Вы исполняете Ивановскую заповедь. Любит Бог вас, и вы Бога любите. Сколько чадов собрали, какой вы нам, Владыка, пир принесли сегодня духом. Какая была, Владыка, молитва. И простой, Владыка, и приятный, Владыка. Как мы около вас, как детушки, радуемся, Владыка, вашим благословениям, вашей молитвы, Владыка, ваше наставление. Какое назидание вы всегда даете, Владыка, на пустыне слово, Владыка. Мы позвольте поблагодарить вас за ту минуту еще раз, за ту секунду, за ваше благословение, Владыка. Что вы преподали сегодня пиросфетическое благословение нам всем. Владыка, как радуются сегодня люди. Мы как дети радуемся, около вас находимся. Владыка, вы возлюбленный наш архиерей, который мало-таки бывает, как вы добрый, Владыка, щедрый, милый. Владик, нету слов. Много вам лет, Владыченька. Аминь. Почему он так быстро закончил? Вот быстро саду раз, свернул на скорость. Я думаю, где-то он стоит, Владыка, и он уже, уже его начало скрючивать, Владыка, и он махнул рукой. Ну, сами ответьте, что, что тут говорит? И Христос здесь есть, или что-то, и Владыка. Что понятно-то? Такой человек может ли послужить правильно, видеть, грех обличить? Что народ ненаущен, народ во тьме. А ну вот кинулись, поглоцарились, дальше отошли, опять то же самое-то. Да здесь бы, неужели пришел бы языки, или эти слова сказал, или Иеремия. Приехал Владыка. То есть, кого привез-то с собой? Кого? Поваров куча. Ну, вот и все. Он мог бы сказать, ответить. Меня спрашивает, что отвечать. Сами ответьте, и мне дайте вот сюда ответ. Как вы понимаете, так, не так. Я вижу это так. Это нельзя никак назвать по-другому. Это был такой какой-то Прокопий, там, говорит. Когда Павла свергли, императора Павла, и воцарившаяся царица, там, кто там был, или совета, и он распинается перед ней и говорит, вы, это промыслом Божиим пришли. То есть, промыслом Божиим убили мужа, воцарились, сами вот такое. Это что угодно будет говорить. Ну, и дальше у нас это видеоканал. Вот он, видеоканал. Большой видеоканал. 4250 только видеороликов. По плейлистам распределенно. Ну, и каждый день это 5-7 роликов выставляется. Эта работа большая идет. Ну, что у нас тут, если сейчас начальному выставлять, вот сегодня выставил 14 занятий по Теряевке. Ну, просят. Это 120 будет так. 120. Этих вот уже ежеутренне, это уже 116, а может быть больше. По житию мы начали выставлять больше 100. И вот здесь, если ткнуть, вот на нашем сайте, вот канал, главное, вот главное, главное, вот или слева идет, тогда откроется вот жития святых, которое выставляется. Я насчитал. Ну, вот уже 178, может быть, 179. А всего сколько? 1173. То есть еще 1000 роликов только по житиям святых. То есть меня не будет, я прощаюсь все время. Вы еще тут будете не один год питаться. Здесь большой-большой материал. Жития по Дмитрию Ростовскому. И отдельно больше 100 роликов, где жития не согласны, не сходятся с Библией. Я провел эту работу. Это у меня в книгах, открытым оком, 7-8 том. 1173 жития я рассматриваю впервые за всю историю христианскую во свете Библии. Во свете Библии я рассматриваю 26-й том поэтов, 300 поэтов России за 300 лет по определенной тематике. То есть материалы у нас огромные. Это нападать на мои книги может человек, который не считал и не знает, что это такое. Вот сейчас, без всякой подготовки, вот уже подошел кто-то. Кто? Роман. Что он говорит? Сейчас я открываю. Что он пишет здесь? Опять чудеса. Игнат Тихонович озвучил все свои мысли, тем самым утвердил в... Ну, ну что-то такое вот. Это надо знать как. Вот все время об этом пишет. Только хотел спросить, а вы вдруг отвечаете. Это вот на этом только сколько новых людей говорят. Я ничего этого не знаю. Это Бог делает. Вы молились, Бог знает. Он взял трубу свою, протрубил тебе, что хотел. Это новое, которое я не вижу. Вот кому я не отвечал сейчас в скайпе. Кто тут зашел? Михаил Гордеев. Михаил Гордеев. Что он пишет? Кому не спится ночь глухую. Миша, брат. Вот так. И что вот это означает? Какая-то... Очки мельгают. Что это такое? Знаешь, вроде как не спит человек, бодрствует. А-а-а. А вот это что внизу? Какая-то цифра? Какая-то ссылка, да, там. А какая ссылка? Какая-то она не открывается. Нужно ее выделить всю. Пробуйте выделить ее нужно. Ее выделить. Да. Выделил. Копировать. Скопировать. Дальше что? Теперь в новую страницу откройте, да. И где-то вот сюда, вот сюда поисковую страницу. Нет, зачем? Вот сюда, вот сюда. Вот сюда? Да, вставьте. Вставить ее. Да, может получится еще, если он правильно скинул. Ну, еще дальше. Ну, и Enter нажмите. Это страницы нет. Ну. Ну, нету. Ну, а если страницы это нет, я могу вот так вот сделать. Открыть YouTube, новую страницу, потому что это не на нашем форуме. И это сюда вставить. Ну, так это же ссылка не на YouTube идет, а точно. Да никак оно не связано там. Ну, так не будет? Нет, конечно. Ну, да ты что? Ну-ка глянем. Еще она ответит какой-то ответ. Что? Нет результатов по запросу. Ну, а если взять в Яндекс поставить? Да он неправильно скопировал. А? Ну, он, видимо, если бы он правильно скопировал, там бы оно было синим помечено, как ссылка. Можно было сразу перейти. Еще нет у меня, не найти. Ну, он неправильно, да, что-то скинул. А? Ну, неправильно сделать будет, думает, что я его не уважаю. Понимаете, люди не знают, что я, во-первых, не знаю, мне надо подсказывать. Ну, и открываем, показываю наш во свете Библии. Большое видео, вот здесь ресурс, 50 книг, почти аудио можно скачать, дома слушать, на кухне жена делает, или в дороге едешь на диске Библии, архипелагулах, 12 томов Златоуста, 12 книг Жития Святых, 5 томов Добротолюбия. Тут масса-масса материалов на нашем канале, это православный библейский сайт. Вот что на сегодняшний день, я считаю, что все. Благословен Господь. Благодарю за труды.